Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Сначала давайте на распространенной темпе Поспрашиваем, как вам у нас? Прекрасно Мы договорились на «ты», как вам у нас, Павел? Нормально все пошло Разговор задался Я так делаю иногда, сорян Давайте ближе к хоккей, наверное Паш, о вчерашнем матче, наверное, пару слов, да? Да, давайте первый матч сезона Вчера «СКА» играл с «ЦСКА» Две самые сильные, самые богатые команды в лиге После летнего хоккея Вот этих бесконечных пресезонных турниров Было очень здорово увидеть Такой уже настоящий хоккей Который мы хотели увидеть в сезоне И «СКА», чемпион страны Обладатель Кубка Гагарина Подтвердил, что остается в прежней форме Несмотря на потери игроков Которые уехали в НХЛ Они довольно уверенно вчера выиграли С счетом 4-2 И, в общем-то, показали Что, несмотря на то, что «ССКА» провел Очень мощную трансферную кампанию Остаются, ну, наверное, все равно Главным фаворитом сезона, так или иначе Слушай, я вот слышал мнение Что буквально до вчерашнего матча Как-то все шло так, вот, ни шатка, ни валка Как-то все раскачивалось стихонечко А вчера именно вот матч показал Что, ну, наконец-то уже вот началось вроде бы Это правда или нет? В плане именно хоккея? Да, 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 конечно Безусловно Ну, конечно, летний хоккей Это такая очень особенная вещь Ну, само слово сочетание Летний хоккей Да, да, да Как там неправильно? Несмотря на то, что До сих пор идет лето Как бы август Но вчера мы уже увидели хоккей Такой настоящий Осенний, зимний Как угодно можно его назвать То есть Я думаю, что всем болельщикам понравилось То, что они увидели Очень жалко, что такой матч Как СКА ЦСКА Мы увидим в сезоне Еще один раз только До плей-офф Потому что это было очень здорово Ну, к сожалению Календарь предусматривает только две игры Ну, а вот вы сказали Что СКА ЦСКА Это два сильнейших клуба России А кто им конкуренцию может составить Вот в предстоящем сезоне? Ну, боюсь, что Боюсь в плане интриги Что в этом сезоне Вряд ли им сможет составить Кто-нибудь конкуренцию Должно очень много совпасть Каких-то факторов Совершенно неожиданных Должна произойти сенсация Чтобы кто-то мог помешать СКА или ЦСКА Конечно Есть стандартные фавориты Акбарс Магнитка Которая выиграла Полтора года назад Чемпионат страны Авангард Словат Юлаев Но они все Очень сильно уступают И СКА, и ЦСКА по составу Шансов очень немного На то, что произойдет сенсация Ну, давайте прервем сейчас Ненадолго, да, наверное И буквально через 10 минут Мы к вам вернемся, друзья Будем говорить сегодня Про хоккей О стране, о спорте Здесь у нас На телерадиоканале Страна ФМ Друзья, доброе утро Еще раз всем Телерадиоканал Страна ФМ Вместе с вами На стране о спорте Прямо сейчас продолжается Наша специальная программа Специальная рубрика Да, да, да У нас в гостях Павел Климовский Заместитель шеф-редактора Отдела хоккея Спортэкспресс Ну, и я хотела Пригласить в нашу беседу Слушатели и зрители Телерадиоканала Страна ФМ Друзья, если у вас есть вопросы По хоккею А я знаю, они у вас есть Пишите Ватсап и Вайбер Плюс семь Девятьсот девять Девятьсот двадцать восемь Один восемьдесят девять И девять А то я вот старомодна, да Я говорю На ты, на вы А еще я иногда Вместо плюс семь Восемь говорю Как в былые времена Далеки динам Давайте говорить плюс семь И говорить на ты Все-таки Да, договорились А еще вк.ком Слэш страна.фм Там специальный пост Не стесняйтесь Задавайте вопросы Мне кажется, что все Мне вот не стыдно Задавать вопросы Когда я что-то Капитально не понимаю Ты молодец Это даже, Лера, незаметно Я тебе могу сказать Паша, давай вернемся К началу сезона У ЦСКА был Очень удачный трансфер Давай об этом подробнее Да, наверное, все-таки Да, ну в истории Вообще российского Клубного хоккея Наверное, не было Такого случая, что Команда проводила Настолько масштабную Трансферную кампанию За межсезонье ЦСКА пригласил Больше десяти новичков Включая нескольких хоккеистов Которые выступали В прошлом году в НХЛ Это Григоренко Это Любимов Это Марченко Это Нестеров Плюс они приобрели У Салавата Юлаева Лучшего, ну, российского юниора Кирилла Капризова И сложилась такая ситуация Что сейчас состав ЦСКА переполнен То есть вчера вот Был такой замечательный момент Во время трансляции Когда показали трибуну В Санкт-Петербурге И там сидело несколько запасных Игроков ЦСКА И это очень ЦСКА, извините Это были Это очень приличные хоккеисты Которые в других клубах КХЛ могли бы играть Там в первом-втором звене А в ЦСКА Они в данном случае Сидят в запасе Настолько как бы Мощный у них состав Ну и, соответственно Вот возникла такая Возникает такая проблема Особенно потому что Некоторые из этих игроков Это хоккеисты сборной страны А, насколько мы помним В этом году будет Олимпиада Все эти игроки Могут туда поехать И, ну, так получается Что некоторые из них В клубе могут оказаться На худших ролях Чем в сборной Как это, ну, неудивительно даже А вот те новички Которые сейчас зашли в команду Можно уже говорить С твердой уверенностью Что да, ну, неизрядно Все очень хорошо На самом деле Ошибки не было И правильной стратегии совершенно Ну, мы, собственно Видели по вчерашнему матчу Что, ну, в игре С самым сложным соперником С СКА На первой роли вышли Как раз новички Тот же Григоренко Капризов Хоккеисты Которые пришли из Сибири Шумаков и Шулунов Ну, очевидно Что состав ЦСКА усилился Но стоило ли приглашать Столько игроков сразу? Может быть, стоило где-то Быть более гибкими То есть, чтобы селекция Была более точечной А, ну, получилось Что набрали по принципу Чем больше, тем лучше Да, чем больше, тем лучше Ну, вот так получилось Слушай, ну, понятное дело У нас буквально 30 секунд Ну, коротенький вопрос Коротенький ответ Понятно, что прогноз Сделан неблагодарный Ну, вот аналогии с футболом Да, ну, ничего там Грех отаить Все говорят Ну, понятно, Зенит, да Здесь можно в хоккее сейчас говорить Понятно, будет СКА Или понятно, что будет ЦСКА Ну, с большей долей вероятности Да, вот такой прогноз можно сделать Вот кто из них Несмотря на вчерашнюю Поведу СКА Пока говорить рано А вот, что кто-то из них Ну, я бы дал 99% Ну, времени еще много До апреля же все будет продолжаться Да, да Так что так Так что все может и поменяться В конце концов Ну, слишком много Должно для этого совпасть Итак, друзья Павел Климовицкий у нас в гостях Продолжим разговор о хоккее Совсем скоро Будьте, пожалуйста, здесь Для всех влюбленных в хоккей Мы продолжаем эфирить Здесь у нас Павел Климовицкий Заместитель шеф-редактора Отдела хоккея Спорт-экспресс Еще раз доброе утро Ну и, друзья Приглашаю всех Для участия в нашей беседе Плюс 7909-928-189-9 Пишите нам свои вопросы Все, что касается хоккея Все, что вас волнует Все, о чем вы хотели бы поговорить Да, Павел Ну, к чемпионату России Мы еще вернемся На сегодня не раз Вопрос, который интересует всех Что с нашим Данисом Зариповым в итоге Повисло в воздухе Вот эта вот штука Которая произошла Или есть шансы вообще И как все будет развиваться Ну, отчасти повисло в воздухе То есть в данный момент Зарипов собирается Насколько я помню Уже подал апелляцию В арбитражный суд По поводу своей дисквалификации Но она будет рассматриваться Очень долго Пока это все произойдет Может пройти полгода Сезон уже будет идти Ну, очень долго И в любом случае В КХЛ он в этом сезоне Практически точно не сыграет Но есть другой вариант Он может поехать в НХЛ Ему 36 лет Но определенный интерес У клубов за океаном К нему есть Он может получить контракт Другой вопрос Тоже юридический Разрешит ли лига Ему там играть НХЛ им абсолютно плевать На дисквалификацию Со стороны Международной Федерации Ну, вот в юридическом смысле То есть она их Как бы не очень волнует Потому что Ну, не распространяется Юрисдикция на них То есть, подожди Вот важный момент То есть если ее не отменят Дисквалификацию Она действительно произойдет Он может играть в НХЛ Да А, вот так даже Да, он может играть в НХЛ Другой вопрос Что НХЛ может подумать Зачем нам лезть в этот скандал С допингом Когда дело касается Ну, ветеранов Все-таки Если бы Зарипов был молодым игроком У которого были бы В НХЛ Ну, какие-то очень большие перспективы Они бы, наверное Точно ему разрешили Но Тут они могут подумать Мы просто не будем лезть в это дело Оставим как есть И Ну, тоже запретим ему Уся играть Такой вариант существует И даже Он более вероятен Но пока еще теплится надежда Что решение будет все-таки Принято в его пользу И тогда он Если получит достойное предложение Он может поехать за океан играть Слушай, ну а вот сам как думаешь Просто как человек Как специалист Как профессионал Вот ты думаешь Чем все это закончится в итоге Ну К сожалению Я думаю Что Карьера Зарипова Боюсь, что завершена Учебный возраст, конечно Да Да, это очень обидно Боюсь, что НХЛ Тоже все-таки Примет решение Не дать ему играть у себя И тогда Два года дисквалификации Конечно Есть вариант Что через два года Он вернется в хоккей Но Ну Это очень тяжело Подожди Получается он 36 Сейчас добыть 38 Да Ягру сколько Ягру 45 Ну вот и как бы Но у него не было Пропуска в карьере Два года Учитывая тем более Что Зарипов Уже так активно занимается Своим некоторым бизнесом Он Ну Может просто отойти от хоккея И Не получится психологически Слушай, а потом Мне кажется Это может просто Как-то На моральном уровне На психологическом Да Как-то все это вот Человек может устать просто Конечно От всех этих дел Потому что они очень непростые Друзья Мы продолжим наш разговор О хоккее совсем скоро Это Страна ФМ Всем доброе утро К вам вернемся В стране о спорте Павел Климовицкий У нас в гостях Заместитель шеф-редактор Отдела хоккея Спортэкспресс И мы продолжаем Вести беседы Слушайте, ну Давайте вот спросим Говорят, что уровень Упал нашего хоккея Что уже все Не то Действительно это так или нет? Ну, уровень хоккея Я бы не сказал Что прям Очень сильно упал Да, еще вот Несколько сезонов назад Хэл Ну, было лучше Чем сейчас Я бы отметил Что упал Прежде всего не уровень хоккея А уровень интриги Ну, вот про то, что я говорил в начале Что у нас всего два фаворита Сейчас в чемпионате Хотя еще несколько сезонов назад Их было Ну, где-то 6-7 Может быть даже Еще больше команд Которые могли реально Претендовать на победу в чемпионате И Ну, естественно Когда Некоторые хоккеисты Которые могут В других командах играть В первом-втором звене Оказываются В запасе Одной из двух Топ-команд Ну, естественно Уровень отчасти падает Потому что Все лучшие Не могут даже Найти себе место на льду Ну, то есть Я с этим отчасти согласен С утверждением Но Ну, я бы говорил О некой стагнации Больше, чем О каком-то таком Регрессе Ну, от которого Прям уж очень плохо стало Слушай, а вот Скажи, пожалуйста Как ты думаешь Вот проблема того Что действительно проблема Потому что две команды впереди Да, с большим отрывом идут Дальше уже все остальные далеко Да, ну Объективно, если говорить Это проблема все-таки Административного характера Или опять Вот, собственно Деньги Опять финансы Ну Чего больше Ну, по сути И того, и того Потому что Ну, как бы В силах КХЛ Есть такое понятие Как потолок зарплат Который очень здорово Действует в НХЛ Где есть определенный потолок Команды не могут его превышать И, соответственно Все находятся в равных условиях У нас тоже есть этот потолок Но он Ну, такой мягкий То есть команды могут его превышать Платить больше игрокам Чем Есть в регламенте Но они платят Некий налог на роскошь Ну, естественно Богатые команды Это никак не останавливает Если бы Лига Захотела Сделала потолок Жестким То команды Ну, действительно Могли бы находиться В равных условиях Конечно, не все 27 Которые Есть в КХЛ Но, по крайней мере 7-8 Самых богатых Могли бы соперничать Между собой Так что Ну, проблема Скорее в желании Лиги Слушайте Вот тут слушатели Пишут нам Что лучшие игроки Уезжают в Америку И в Канаду Как остановить этот процесс Почему он происходит Действительно есть такое дело? Ну да Безусловно Еще как бы Когда КХЛ только создавалась В конце Десятых годов Был обратный процесс Когда Все больше хоккеистов Возвращалось на родину В какой-то момент В НХЛ осталось Даже меньше Трех десятков Наших хоккеистов Ну, чего Там очень давно не было Ну, сейчас процесс Пошел в обратную сторону Да, есть те Кто вернулись на родину Я вот говорил Про хоккеистов ЦСКА многих Но За Кян Ехало тоже много хоккеистов В этом сезоне Около десяти Ну, тут просто Для нашего чемпионата Это, конечно, плохо А почему это плохо? Да, Павел Климовицкий У нас в гостях Про хокке Продолжим говорить Совсем скоро, друзья Будьте здесь, пожалуйста Друзья, на телерадиоканале Страна.ФМ Продолжается программа Стране о спорте Мы говорим сегодня о хоккее Как вы уже поняли У нас в гостях Павел Климовицкий Заместитель, шеф-редактор Отдела хоккея Издательского дома Спорт-экспресс Паш, еще раз Доброе утро Спасибо, что пришел Ну, не прощаемся Мы продолжаем разговор Давайте немножко Уделим внимание Вопрос Сейчас вот тот самый, да, Лер Вопрос будет Который тебе не дал Похочень Нет, тот, который Не давал, я его припасла Хоккейный клуб Лады Претендовал накануне Новую форму Скажите, пожалуйста, свое мнение Тут фотография прикреплена Вопрос задает Владимир Михайлов нам Я так понимаю Что вот болельщиками Этого клуба Что можно сказать По этой форме? Форма как форма Павел, просто как человек Который это увидел Вот прямо сейчас Первую жизнь Так же, как и мы Ну да, да Я форму до этого не видел Ну, наверное, вряд ли Эта форма войдет В число лучших КХЛ Так честно скажу Ну, по крайней мере Самообновление Это уже хорошо Потому что некоторые клубы Часто в КХЛ Ну, очень долго Не меняют ни форму Не делают никакой ребрендинг И остаются На том же уровне Что там было Иногда и 5-10 лет назад Ну, такой Нормальный вариант Но, я бы сказал Без каких-то Так, а теперь вопрос Который вы боитесь Бойтесь дальше Татьяна спрашивает Какая ситуация С женским хоккеем в Москве? А ну-ка отвечайте Как на духу Ну, такая же Чуть лучше, конечно Чем во всей России Но, в целом Женский хоккей В нашей стране Ну, такое место Занимает Ну, не самое Декоративное? Да, не самое основное Ну, то есть Это видно, собственно По результатам Потому что В отличие от мужского Наша сборная Очень сильно проигрывает И Америке И Канаде И никогда На что-то более высокое Чем третье место На чемпионатах мира Олимпиадах Не претендует Ну, женский хоккей В нашей стране Не очень сильно популярны Ну, там лидеры американцы Да, все-таки считаются? Ну, американки Канадки Они, ну вот Всегда разыгрывают Золотые медали Ну, слушайте Давайте Все, все Вот женский хоккей Он существует Точка И достаточно Ну, Татьяна просила спросить Я спросила Давайте отправимся в Корею Все-таки Ближайшее будущее Совсем скоро же Пять месяцев буквально осталось До февраля Там шесть Ну, полгода, грубо говоря Павел, в каком В какой форме Находится наша сборная Теперь уже От КХЛ к сборной Да, России по хоккей И чего ожидать нам? Ну, понятно, что мы Все ждем, конечно Золото Но, тем не менее Как обстоят дела? Ну, если брать Чисто на бумаге Если брать чисто состав Нашей сборной То, ну, он сильнейший То есть Если бы, конечно Приехали в Коре НХЛовцы Была бы и другая ситуация А если мы берем игроков Которые выступают в Европе Ну, ни у кого Из ни европейских стран Ни Канада, США Которые тоже будут Представлены игроками Из Европы Ну, нет такого Большого числа звезд Ну, на европейском уровне Там Датсука, Ковальчука Того же Капризова Ну, такого количества Игроков сильных нет Ни у шведов Ни у чехов Ни у канадцев Но, вместе с тем Надо понимать, что Олимпиада Это очень скоротечный турнир На котором все может решить Один матч Поэтому, да Мы фавориты Но не стоит пока Забрасывать шапками Расслабляться не стоит Да, да Говорить, что Мы легко выиграем Нужно готовиться Но, тем не менее Красная машина есть Она работает И работает вполне успешно И все надежды у нас есть Правда же? Надежды есть Но пока Друзья Да, скоро к вам вернемся Ну, у нас нет такого вопроса Что же сказать Зрителям-слушателям Телерадиоканал Страна.ФМ Потому что мы продолжаем Говорить о хоккее В гостях у нас Павел Климовицкий Заместитель шеф-редактор Отдела хоккея Спорт-экспресс Павел, продолжим Мы корейскую тематику Про то, как наши там себя проявят Что из последних, так сказать Новостей Сплетний Да, ну мы хотим поговорить о том Что в НХЛ-цы не приедут Да, практически все Но было какое-то заявление Овечкина Да, не так давно Весной Да, в апреле он повторил То, что он говорил Уже неоднократно раньше Он сказал, что Я приеду на Олимпиаду В любом случае И это как бы единственное Заявление Хоккеиста НХЛ Где он не просто Говорит о том, что Он хочет поехать На Олимпиаду А о том, что Он, ну как бы Его не волнует Позиция НХЛ По этому вопросу Потому что все остальные Игроки, в том числе Наши другие звезды Бобровский Малкин Панарин Все они Говорили о том, что Да, не очень хотят Но Ну и как бы Интонация была такая Что если НХЛ Ну, по жизни На меня дисквалифицирует За поездку В Корею Овечкин Ну, по крайней мере Как он про это говорил В апреле Ну, не боится этого Но Проблема в том, что Он выступил против НХЛ Я подозреваю, что Надеясь как бы Расшатать ситуацию Надеясь получить поддержку С стороны остальных игроков Он ее не получил И сейчас он находится В очень тяжелом положении Потому что, с одной стороны Он не может Пойти в обратку Сказать Нет, ребят Я никуда не поеду Я остаюсь в клубе Потому что Ну, в России Надеется, что он приедет На Олимпиаду С одной стороны С другой Если он действительно уедет НХЛ может Ну, как бы Сделать все Чтобы помешать этому Даже если ему разрешит клуб Ну, его Вашингтон капитал Поехать Владелец клуба Разрешит ему НХЛ Там существует Множество Юридических поправок По которым они могут Даже, например Посчитав это Умышленным Вредительством В отношении лиги Взять руководство Вашингтона На себя Вот есть, например Такая вещь И Ну, представить Как Овечкин Сможет выкрутиться Из этой ситуации Ну, практически невозможно Сейчас он находится Вот В патовой ситуации То есть Есть еще время С одной стороны Но Календарь НХЛ уже есть Там нету паузы на Олимпиаду И Ну, боюсь, что В любом случае Он окажется В каком-то минусе Да, слушай Об этом хотел Вопрос дилетанта Такой А вот На период проведения Олимпиады в Корее Турнир продолжается же В Америке, правильно? В НХЛ, да То есть там текущие игры Они так и идут, да? А может себе позволить Реально человек Даже такого масштаба Как Александр Овечкин Да, ну, мировая суперзвезда Реально хоккейная Сказать, ребят, нет Я Извините, но я чуть-чуть Вот съезжу в Корее А потом вернусь уже Ну Он это сделал Фактически уже, да? Да, он это сделал Но Пока он Находится в таком Подвешенном состоянии И все ждут от него Следующего Либо он Говорит Я все равно еду Хотя есть календарь Либо он все-таки Идет На попят Ну, мне кажется Мы все дружно хотим Чтобы он не поменял Своего мнения И приехал Это было бы Влезо очень интересно Это было здорово и круто Так, Влад и Павел Вы опять увлеклись И не заметили Как время нашей программы Подошло к концу Да Огромное спасибо За то, что пришли За то, что просветили нас Насчет хоккея То, что я не поняла Мне Влад сейчас еще расскажет Да меня дойдет И Павел тебе расскажет тоже Павел, большое спасибо Будем ждать еще Поговорим о хоккее Я думаю, не раз Друзья О стране, о спорте Все это было здесь На телерадиоканале Страна ФМ Пока Счастливо